Кливленд, Охайо. Город, который славится своим трудолюбием, создающим чемпионский менталитет. И этот менталитет ярко представлен в чемпионе тяжелого дивизиона UFC Стипа Меочича. Я из Кливленда, Охайо, знаете. Я тут родился, вырос, я люблю это место. Люди здесь усердно трудятся, и как бы плохо все не было, тебя всегда поддержат. Стипа всю жизнь был спортсменом. Он успешно боролся в старших классах, но его мечтой было преуспеть в бейсболе. И он неплохо проявил себя на коллегиальном уровне, выступая за Нэшвильский университет Тривека Назарин. Но он так и не стал профессионалом, из-за чего вернулся в Кливленд, не зная, что делать дальше. Я вернулся из университета и сводил концы с концами, так скажем. Я начал работать в зале, просто чтобы мне было чем питаться. Изначально он пришел к нам много лет назад, чтобы помочь другому бойцу, Дэну Бобишу. Дэн Биллсон и UFC 14. Мы искали борца, и Стипа удивил нас тем, как хорошо он боролся с Дэном. Я познакомился с Маркусом, было здорово. Конечно, поначалу пропускать удары в лицо мне не нравилось, но потом привык, ничего, нормально. И начал изучать эту игру. Меочич начал расцветать как боец под руководством своих тренеров. И быстро одержавшись побед в профессиональных ММА, все из которых были досрочными, Стипа был готов продемонстрировать свой талант в прославленном на весь мир октагоне UFC. В 2011 году Меочич привнес быстрые руки и высочайший темп в тяжелый дивизион, разбирая своих оппонентов превосходным боксом. С каждой победой Стипа доказывал, что его навыки нельзя отрицать. И после нокаута за 35 секунд против Фабио Малдонадо на родине оппонентов Бразилии, Стипа получил шанс биться с топами дивизиона. И в марте 2015-го Стипа встретился с коллегой из топ-5 дивизиона, Марком Хантом. Бойцом, который славится своей сокрушительной и нокаутирующей мощью и способностью финишировать бой в любую секунду. Марка Ханта нужно остерегаться. Он невысокий, крепкий, но атлетичный. Очень тяжело бьет. Нужно быть осторожным. Он был очень хорошо готов к этому бою и ментально, и физически. Он выходил на этот поединок с намерением уничтожить оппонента. Мой план на бой был такой, какой вы видели в поединке. Держать дистанцию, не пропускать тяжелые удары, валить его по возможности. Вымотать его и затем уже активнее работать в стойке. И вновь валить его. После доминантной победы над Марком Хантом, Стиве получил претендентский поединок против бывшего чемпиона UFC Андрея Орловского. Стиве Миочич был уверен в себе, но знал, что нельзя недооценивать оппонента. Этот парень бывший чемпион, у него отличный бокс, он хорошо двигается. Мы изучили его и пришли к тому, что у нас есть план, как вынести его, а не просто выиграть решением и нокаутировать. Правда, я не ожидал, что это случится за 50 с чем-то секунд. У меня были просто сумасшедшие эмоции. Я хотел получить титульный бой, это то ради чего я работал. Ну и кто мог бы отказать ему? Он как псих орал на нас. Конечно, я не мог сказать нет. Я просто не стал сдерживать себя. Я кричал, что хочу титульный бой, потому что я знал, что могу выиграть титул и привезти его в Кливленд. И в мае 2016-го Миочич получил шанс взять золото UFC. Но это было нелегко. Он столкнулся с Фабрисио Вердумом, которого начали считать одним из величайших тяжеловесов всех времен на родине в Бразилии. В третий раз за два года Миочич бился с оппонентом на его земле. Правда, в этот раз поединок прошел на футбольном стадионе. Да, Миочич очень жесткий парень. Он бился с лучшими, он побеждал лучших. Он один из лучших тяжеловесов в истории. Я выходил на бой в Куричибио, где 45 тысяч бразильцев кричали на португальском, что я умру. Было весело. Тебе необходимо откинуть все внешние факторы, забыть все свои страхи, все переживания, все в таком духе. И сфокусироваться на своей задаче. И именно это он сделал. Миочич. Я чемпион мира! Я чемпион мира! Мы много отрабатывали удары на встречу, на отходе. Я пробил хорошую правую, быстро финишировал его, и пояс оказался на моей талии. Я помню, как перепрыгнул через клетку к своим тренерам, и я просто отключился и кричал, что я чемпион мира. Я чемпион мира! Я чемпион мира! У Стива была потрясающая карьера, но это только начало. Будет тяжело одолеть этого парня. КОНЕЦ ФИЛЬМА